в технических или научных деталях тех проблем, которые мы с вами обсуждаем. Природозащитная и антиядерная, в частности, деятельность невозможна без реализации конкретных всем известных прав и свобод, которые, к сожалению, в ряде стран Балтийского региона находятся под угрозами. Я говорю о свободе собраний и свободе ассоциаций. Без этих двух свобод мы не сможем осуществлять свою деятельность как экспертную, так и активисту. И в странах, таких как Российская Федерация или Беларусь, такая деятельность сталкивается все с большими и большими затруднений. На экране вы видите портал, который создан при содействии нашей организации, и он посвящен проблематике свободы собраний в Российской Федерации. И, наверное, если кто-то сейчас смотрит новости в интернете, может наблюдать о том, как право людей в России собираться мирно и без оружия, нарушается со стороны властей. И, как ни странно, антиядерные активисты, по крайней мере в России, удостоились чести даже быть отдельно упомянутыми в законодательстве, ну не активисты конкретно, да, проблематика протеста против ядерных объектов в административном кодексе вынесена в отдельную статью в Российской Федерации, и там отдельно ведется разговор, что для протеста в непосредственной близости от ядерного объекта требуется прямая санкция, то есть прямое разрешение, что, собственно, нарушает Российскую Конституцию и все остальное, законодательство, связанное с свободой собраний в России. Ну, это так. Если вы захотите тестовать непосредственные близости от ядерного объекта в Российской Федерации, вам необходимо получить именно разрешение, да, разрешение, что, в общем-то, фактически невозможно, как вы догадываетесь, ни один муниципалитет, который, на территории которого находится ядерный объект, не даст нам разрешение, но это очевидно, в общем-то. Зачем вам нижняя головная реализация, но тем не менее, да, протест против ядерной энергетики не всегда связан с протестом непосредственной близости от ядерных объектов. Это связано с многочисленными наступлениями, пикетами, митингами, шествами, которые проходят у органов власти, у мест, где собираются люди, которые принимают решение относительно строительства тех или иных ядерных объектов, в связи с проведением референдумов, публичных слушаний и так далее, и так далее. Почему я об этом говорю здесь и сейчас? Потому что, как вы, наверное, прекрасно знаете, что в Российской Федерации, что в Беларуси свободное собрание уже последние полгода фактически аннулировано, да. Ну, про Беларусь, в общем-то, она аннулирована на 100%, а если говорить про Российскую Федерацию, ну, на 85%. Вот. И на данный момент мы в связи с проблемой неприятия результатов выборов в Государственную Думу, она также является серьезной угрозой. Поэтому призываю вас, как участников антиядерного движения в целом, поддерживать все начинания, которые содействуют реализации правного свобода собраний в этих странах, в частности, связанных с протестами против строительства новых ядерных объектов. Второй момент, который я хотел отметить, связан со свободой ассоциаций. Это также базовое право человека создавать ассоциацию для защиты своих прав. Оно зафиксировано в всеобщей декларации прав человека, в Европейской коммерции по правам человека и в Конституции стран. К сожалению, это право также находится под угрозой. В Российской Федерации все сложнее и сложнее создавать и регистрировать новые общественные и некоммерческие организации. А потерять регистрацию, быть закрытым все проще и проще при предъявлении каких-либо претензий со стороны соответствующих органов власти, Министерства юстиции, прокуратуры и так далее. Что касается Беларуси, там ситуация совсем печальная. Известно, там нельзя состоять в незарегистрированных общественных организациях. Ну, точнее, можно состоять, это преследуется за то, что напрямую нарушает всеобщую декларацию прав человека по Европейской Конвенцию. Ну, Беларусь является частью Европейской Конвенции, тем не менее. Вот. Но даже те организации, которые имеют официальную регистрацию, регулярно сталкиваются с теми или иными формами давления со стороны властных структур, связанных с их непосредственной деятельностью. Существует масса примеров, я как человек из России, естественно, знаю больше о российских примерах, когда экологические организации, как только они поднимали острые темы, связанные с развитием ядерной энергетики в регионах, где они находятся, они получали те или иные проблемы. В частности, организация «Иркутская волна» в Иркутске, которая выступала против создания новых ядерных объектов непосредственных визитов города Иркутске, подвергалась бы давлению как со стороны Федеральной службы безопасности, так и со стороны Министерства внутренних дел. То есть неожиданно у них были найдены одновременно фактически. Были найдены пиратские программы на компьютерах, с одной стороны, а с другой стороны секретные карты. И это привело к тому, что организация была изъята 12 компьютеров и ее деятельность была парализована до нескольких месяцев. Это пример, типичный пример того, как организация функционирует в России, в Беларуси ситуация еще хуже. И здесь, опять же, я могу только сказать, что следует очень трепетно относиться к реализации права на свободу ассоциации в этих странах и защите его, так как в многих странах Евросоюза это вообще не имеет никакой проблемы создавать организацию, регистрировать ее и соответствующим образом функционировать. А для того, чтобы создать и инфрегистрировать организацию, да и еще несколько дней в ее программе или ее устраиве конкретно прописаны тезисы, связанные с, например, противодействием строительству новых ядерных объектов, реализацией определенных соответствующих международных конвенций и так далее, то эта организация наверняка столкнется с проблемами даже на самом начальном этапе своего существования. Не говоря о том, если она вдруг приплемет какие-то конкретные шаги, угрожающие, ну, например, возможности строительства того или иного объекта. Резюмируя все, что я сказал, хочется обратить внимание, что, безусловно, экологический сегмент, связанный с противодействием развитию ядерной энергетики обладает своей спецификой. Нам не следует забывать о том, что вот эти базовые права, право на свободу собраний, право на свободу ассоциаций необходимо защищать. И тогда эти права останутся у нас в том числе и мы сможем реализовывать наши идеи, например, идеи о безъядерном будущем, реализуя эти права в том числе. То есть не должна получаться ситуация, когда этим занимаются только какие-то профессиональные правозащитники и больше этот вопрос никого не интересует. Это неправильно, потому что тогда эта ситуация обречена на правом. Только прямая и регулярная санитарность будет способствовать отстаиванию этих базовых прав, которые содействуют реализации и иных прав, в том числе правом защиты окружающей среды. Спасибо. Аплодисменты. А прямо о том, что в первую очередь А я сразу прошу выступить Николая Васильевича. А я хочу вас поздравляю с вами. Спасибо.